Итак, давайте посчитаем, как быстро окупается ваша стартовая инвестиция. Возьмем для этого расчет, нам понадобится, сколько стоит, собственно, какую инвестицию вы будете делать. Давайте возьмем для одного тарахаша, это 1000 гигахаш, соответственно. Не пугайтесь этих терминов, ничего страшного. Вот у вас 1 тарахаш, тарахаш, да, 220 долларов. Это на момент записи этого видео. Заходим на BitMining калькулятор вот здесь и подставляем эти данные. Соответственно, 1000 гигахаш, это 1 тарахаш наш. Мы не платим за энергию, здесь нам нужно добавить только стоимость, процентную стоимость комиссии за обслуживание. Она у них колеблется где-то от 17 до 18 процентов. Ставим максимальную. Мы видим, что Bitcoin difficulty, то есть сложность работы накапывания этого биткоина автоматически определяется. И подставляем также стоимость биткоина на данный момент. Ну, я поставил 11800, 220 долларов, еще раз говорю, мы платим за этот 1 тарахаш. И вот что у нас получается. Если нажать Calculate, мы с вами видим, что срок окупаемости у нас примерно 72,74, то есть около 73 дней, да, чуть больше, соответственно, двух месяцев. Ну, пускай даже 3 месяца, не так важно, да. То есть длительность контракта у вас 1 год и вот что у вас получается. Значит, в день при таком раскладе вы будете зарабатывать примерно 3 доллара, в неделю, соответственно, 21 доллар, в месяц 90 и за год при таком раскладе вы получите 1103 доллара. То есть вы увеличите свою инвестицию в несколько раз, да. Давайте посчитаем, сколько конкретно, 1100, делим на 220, то есть в 5 раз практически вы увеличите свою инвестицию за год. Хочу сказать, что это, конечно, не предел в данном случае, потому что здесь есть такая волшебная кнопочка, которая называется Reinvest. Reinvest, если вы ее нажмете и автоматически позволите машине покупать, реинвестировать полученную прибыль в покупку новых мощностей, то, конечно же, вы не сможете все вынуть прямо через год, но суммы, которые у вас здесь нарисуются, они будут совсем другими. Давайте воспользуемся вот этой таблицей. Мы сможем с помощью этой таблицы увидеть развитие ситуации на протяжении, скажем, двух лет и это достаточно интересно. Смотрите, вот мы делаем ту же нашу инвестицию в 220 долларов. Здесь появляется такая штука, как Annual Difficulty Increase, да, то есть вот он подставляет какую-то цифру, у него в видео это 4, ну, то есть это коэффициент, на который вырастет трудность майнинга, это вот Difficulty, за период времени. Это, конечно, спорный вопрос, насколько она может вырасти, я взял цифру поменьше. Вот в три раза, если увеличится Difficulty, хотя на данный момент она даже снизилась немножко, но пускай эта цифра будет здесь. Дальше, смотрите, здесь есть вот это вот Price Speculation, то есть здесь мы первый квартал, второй квартал, первый год второй квартал, первый год третий квартал, Year One, да, первый год четвертый квартал, я подставляю эти цифры сюда руками. То есть если сейчас у нас 11800, я считаю, что во втором квартале будет, например, 15000, в третьем 30, и на четвертый 50000 стоимость биткоина. Это не страшная цифра, потому что, напомню, что за прошлый год биткоин вырос с первого квартала по четвертый, с 1000 до 19000. Соответственно, увеличение этой цифры всего лишь в 5 раз за год вполне реально, да. И вот мы видим, что происходит. Дальше, на второй год я подставляю начало, первый квартал 50 тысяч, второй квартал 60 тысяч, третий 75, четвертый, соответственно, 100 тысяч, и первый квартал третьего года 110 тысяч. Это все, что нам нужно для расчета. Переходим к третьей колонке, и это очень интересно, потому что здесь у нас есть возможность просчитать нашу стратегию. Компания Hashflare предлагает возможность реинвестирования полученной прибыли, да, там, поэтому есть возможность просчитать разные стратегии. Например, если вы хотите в первом квартале реинвестировать 100% полученной прибыли, то у вас будут вот такие цифры. Давайте посчитаем, что будет, если мы реинвестируем во втором квартале, например, 50%. То есть, вот, например, 50% заработали, и 50% мы хотим оставить, реинвестировать, то есть купить новые мощности на эту сумму, но оставшиеся 50% мы хотим вывести. Причем тут можно вывести, например, я могу вывести 30% в, или там, 25% в доллары, и остальные 25% оставить в биткоинах. Вот смотрите сейчас сюда, как здесь в четвертой колонке меняются вот эти вот цифры. То есть, если я здесь подставляю, грубо говоря, 30% я хочу вывести в доллары, то у нас изменится, то есть вот, 162 я выведу в долларах, и у нас останется 0,0047. Давайте посмотрим третий квартал. Например, в третьем квартале я хочу 30% реинвестировать, то есть я стараюсь увеличивать уже вывод, да. И, соответственно, у меня получается 70% я вывожу. Да, вот из них, например, 30% или давайте 20% я выведу в доллары, и 50% я оставлю в биткоинах, да. Вот так вот это все работает, очень-очень интересно. И четвертый квартал я, например, вообще ничего не буду реинвестировать, я просто вывожу. То есть вот такая стратегия. 50% в доллары это 572 бакса, и останется еще 0,0011, соответственно. Ну и самое интересное, четвертая колонка, собственно, показывает, чего мы за два года добьемся. Итак, gross это сумма вот этих цифр, sold, то, что мы продали в долларах, да, продавали вот на протяжении. Дальше, held, значит, здесь внимательно. Вот эта 4,129, она не будет здесь точно совпадать, потому что эта цифра gross идет в расчете, в пересчете стоимость биткоина финальную. Вот эту. А вот эти цифры пересчитываются в тех месяцах, по стоимости биткоина в тех месяцах, когда мы делаем вот эти выемки, да, соответственно. Дальше, вот этот net, это 1392 минус ваша стартовая инвестиция. То есть это ваша чистая прибыль, которая получается в долларах, да, вот 1392 минус там 220. Дальше, 4129, это оценочная стоимость биткоинов, которую вы сохраните к этому времени, накопите. И вот эта цифра 5301, это, собственно, то, что получается, опять же, в пересчете на доллары, доллары ваши плюс биткоины. И мы видим, что в данном случае у нас 22% было вынуто в долларах и 78% мы по этой стратегии сохранили в биткоинах, да, то есть сохраняется потенциал роста у нас. При таком раскладе, pay-off days, это за 165 дней окупается первая стартовая инвестиция, ваши 220 баксов. Опять же, эта цифра может варьироваться, но при вот такой трудности, вот таких цифрах, это вот так будет. И за 2 года return on capital, да, ваша инвестиция вырастет в 2410, на 2410%. Собственно, вот так все это получается. Повторяю, что эта сложность может быть за это время выше, тогда мы получим цифры несколько поменьше, да, вот, но в любом случае мы видим, что это, этот майнинг, он очень-очень и очень выгодный.